Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые любители хоккея! Мы с вами находимся в Челябинске, ледовая арена «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова, где в рамках «Алимбет» молодежной хоккейной лиги «Челябинские белые медведи» принимают у себя в родных стенах МХК «Молот» из Перми. И арбитры сегодняшней встречи в качестве главных Данил Халитов, Балат Ваххитов, Линейный Егор Лапшин и Иван Агалаков. Денис Машов сегодня у микрофона. Сегодня встречаются представители золотого дивизиона, это «Белые медведи» и представители серебряного, и занимающие последнюю строчку в этом серебряном дивизионе. МХК «Молот», но несмотря на это, МХК «Молот» в крайнем матче обыграли на выезде «Стальных Лис» в овертайме с счетом 3-2. Так что сегодня нельзя списывать подопечных Александра Агеева со счетов. «Белые медведи» же для них это заключительный поединок первой домашней серии. Два матча провели с моментами игры, в одном победили, 3-2, во втором были разгромлены, 3-7. И вот победа в последнем матче над «Тюменским легионом» со счетом 4-1 была добыта достаточно уверенно. И вот сегодня, спустя два дня, подопечный ворота Оскарова проэкзаменует МХК «Молот». В общем, посмотрим этот поединок с удовольствием. Стартовые игровые сочетания у «Молота» Колесников, Казаков, Кириллов, Мишуков и Киселев. Ворота сегодня Егор Кондаков в качестве резервного Евгений Григорьев. У «Медведей» стартовые игровые сочетания Егор Горбунов, Киржаков, Телегин, Юсупов и Киселев. Сегодня в старте. Второй матч подряд играет Руслан Хажеев и Данил Машаров сегодня в качестве бэккапа. Второе игровое сочетание «Молота», «Ярышев», «Сорокин» и «Панюшкин» — это тройка нападения Соколов и Егорских парозащитников. Здесь Телегин здорово в зону входит. Вообще, последний матч против «Тюменского легиона» — это звено вместе с Егором Горбуновым, с Телегином и с Киржаковым — очень здорово выглядело. И на их счету две заброшенные шайбы. Киржаков и Телегин в обоих случаях ассистировали Егору Горбунову. Масленников, Бабришов и Волохов — третье звено «Молота», «Десяткин» и «Ефимов» — парозащитников. Бабшинский, Данилов, Нестеров — это четвертая тройка нападения. Терентьев, Кузев — парозащитников. Четыре полноценные пятерки сегодня. Александр Агеев, он главный тренер, заявил. Сергей Мильта и Дмитрий Орлов. Александру Николаевичу Агееву помогают. Со стартовым игровым сочетанием «Белых медведей» мы уже ознакомились. Второе звено — Калаяров, Щеглов, Епаров, Девяткин и Алексей Иванов — парозащитников. Алексей Иванов для него — это первый поединок в новом сезоне за «Белых медведей». До этого он начинал сезон в составе «Челябинского Челмета». Ну и вот этот матч играет и присоединяется к «Челмету» на домашнюю серию, которую «Челябинцы» начнут уже завтра, 24 сентября, матчем против «Омских крыльев». Здесь в момент «Колодию» на пятаке отдают. «Колодий», «Царев» и «Матюшин» — это третье игровое сочетание. «Карбалевич» и «Миканович» — белорусская пара защитников «Челябинцев». «Бураков», «Степан», «Горбунов» и «Кулешов». Четвертая тройка нападения в качестве седьмого защитника Андрей Подгузов и в качестве тринадцатого нападающего Селиванов. «Карбалевич» — хороший силовой прием здесь проводит в средней зоне. Пострадал в этом эпизоде Артур Ярышев. Тренерский штаб «Белых медведей» — Марат Аскаров. Ему помогают Андрей Киселев, Владимир Воронцов и Глеб Евдокимов, тренер «Вратарий». Вообще очень интересно в этом сезоне играть. Несмотря на молодость и совсем обновилась команда у Марата Аскарова, но это не мешает Марату Равкадышу ставить атакующий стиль. Много моментов создали с Тюменским легионом. И если бы не «Вратарь», там больше бы залетел. А здесь момент и спасает. Галкипер МХК «Молот» и Егор Кондаков. Там здорово на ближнюю полез Иван Царев и могли вторым темпом добить «Медведя» в этом эпизоде. Смотрим, здесь «Карбалевич» сначала силовой прием проводит. И вот здесь Царев все как нужно ставит ногу и на ближнюю лезет. Это работа нападающих. Туда лезть на пятак. Там зарыты все контракты, квартиры, машины. И я нисколько здесь не преувеличиваю. МХК «Молот» 7 матчей провел и находится на последней строчке серебряного дивизиона в активе. 3 балла. У «Белых Медведей» меньше всех сыграли челябинцы практически. Вот шестая позиция. 5 игр и 8 набранных очков. Но в случае сегодняшней победы сразу же «Медведи» вскакивают туда на вторую строчку золотого дивизиона. Ну а если брать по потерянным очкам, то «Белые Медведи» на первом месте находятся. Следующие матчи уже проводят на выезде челябинцы 28-го. И 29 сентября едут в гости сюда, в соседний Екатеринбург. И матчи против Екатеринбургского «Авто» проведут. Момент с неудобной руки здесь бросал Кулешов на добивании Бураков. Вновь подбор за «Белыми Медведями» Юсупов. Не доходит шайба до «Устурова» от Кандакова. Вновь челябинцы здорово начали активно играть. А вот здесь нарушение численного состава, да, выскочил на лед. Доминик Миканович, по-моему, это был. И туда крошайба пришла. А вот Юсупов не успел замениться. А нет, там, по-моему, Бураков, да, был. Выскочил он на лед и получают удаление «Белые Медведи». И вот так МХК МОЛОД получает возможность поиграть в большинстве в дебюте встречи. Что касается меньшинства «Белых Медведей», то абсолютно лучшая команда в лиге. 15 раз играли в меньшинстве, всего лишь 3 раза пропустили. А, нет, 19 раз играли в меньшинстве, 1 раз пропустили, всего лишь 94. И 7% нейтрализации. Ну, еще и одну шайбу умудрились подопечные Марата Аскарова, играя в меньшинстве, забросить. Что до большинства МХК МОЛОД? Сейчас обратимся к статистике. У МОЛОТа. 12-я позиция, 26 раз играли подопечные Александра Агеева. В большинстве 6 забросили и 23,1% реализации численного преимущества. Неплохие цифры, в принципе, вот сейчас атаковал ворота. Илья Бабришов и Руслан Хажеев с этим броском справился. Хажеев неплохо провел последний поединок, да, против Кеменского легиона. И тем обиднее, что вот в конце встречи лишили сухаря Руслана. Он наиграл на него откровенно, здорово. Играл этот матч. Потому что, повторюсь, да, вратари не стоят на воротах, а играют в них. И вот Хажеев неплохо выглядел. Входит самостоятельно в зону. Егор Колесников. Закрепили здесь молот в зоне. Ну а лучшим бомбардиром МФК-молот является Артур Ярышев. У него 7 поединков, 2 шайбы и 7 результативных передач. Неплохая статистика для нападающего. Что касается защитников, Алексей Мишуков выделяется 7 поединков. 3 плюс 2 по системе гол плюс пас. Что до белых медведей? Здесь, конечно, по скромнее. Вот Никита Телегин, первая строчка. 5 поединков. Одна заброшенная шайба, 4 результативных передач. Ну вот идет очко за игру. Никита, вот среди защитников выделяется Андрей Подгузов. 4 поединка и 1 плюс 1 по системе гол плюс пас у защитника. Тем временем ничего пока не получается в большинстве у Молота. Не зря белые медведи находятся на первой строчке по нейтрализации. Большинство соперника на вершину здесь отдают передачу, контроль, но без каких-то опасных моментов со стороны пирмяков. Здесь подкидка, которая не ложится в плюк нападающему. И уже через 7 секунд появится на льду Матюшин, а вот здесь бросок. Хаже вступает в игру Матюшин, который отбывал командный штраф за нарушение честного состава. Здесь мощный выстрел от Алексея Мишукова, как раз капитана команды Молот. И уже в атаке белые медведи Андрей Матюшин. Свеженький вышел со скамеечки для штрафников. Отдает на Киржакова. Киржакова бросает, ломается клюшка. И вот такое честное преимущество получают медведи. Миканович. С Киржаковым отрелся. У Киржаков не совсем понятно, кому передачу отдал. Благо никого не было из Молотова. А вот здесь можно полезть. Игорь Горбунов с броском блокирует этот бросок. Алексей Мишуков. Ну и сегодня в Москве главная команда города «Трактор» попытается прервать череду поражений в матче против «Спартака». Матч начался в 15.30 по челябинскому времени. Епаров хорошо подключает. Откатаки здесь Бураков набирает скорость. Никита сбрасывает на Епарова. А Епаров. Но Бураков отыгрывается. И здесь Епаров. Какую же красоту сейчас разыграли белые медведи. В стеночку сыграли. И открывает счет в этой встрече челябинцы. От Щеглов было, а не Бураков. Вот Епаров с Щегловым здесь смотрите, как в стиле Барселоны сыграли. Вот момент, когда Хажеев отразил. Но нас больше интересует повтор заброшенной шайбы. Епаров набрал скорость. Отыгрался здесь с Щегловым в стеночку. И с неудобной руки вонзил шайбу в ворота. Ярослав Епаров делает счет. 1-0 белые медведи. Классный гол. Вдвоем здесь сообразили Щеглов с Епаровым. И открывает счет. И Епаров благодарит партнера после этой заброшенной шайбы. Да, Епаров, который пока не может закрепиться в составе Челмета. Отправлен сюда. Здесь почувствовать хоккей. Больше поиграет. И вот сегодня во второй тройке нападения Марат Аскаров дал ему время. И отплачивает вот так уже в первом периоде Ярослав. Ну и в прошлом году он много ездил. 13-м нападающим одевался. Это, конечно, для молодого нападающего всегда лучше играть, чем полировать лавку. Вот в большинстве случаев в прошлом сезоне Епаров именно полировкой лавки и занимался. В зоне Молот. Хороший отбор от Юсупова. Не накрывает. Владислава. Мишаев под контролем лучшего бомбардира на данный момент МХК Молот. Артура Ярошева. Царев. Отбирает здесь шайбу. Да, здесь. В сетку забрасывает Царев. Будет капитаном, значит, да. Кто выше бросит, тот и капитан. Шутки, конечно, но подцепил он прям Царев. Уже была концовка смены. Вот я все равно считаю, что нужно сделать там улитку в сторону ворот, дорожить шайбой. И вот именно это объясняет сейчас Марат Аскаров, центральному нападающему четвертого звена, Ивану Цареву, что вот так вбрасывать в зону и, знаете, заново за нее бороться. Конечно, не нужно это делать. Шайбой нужно дорожить. Казаков входит в зону. Ближний тут бросок от Кириллова. Быстро шайба у белых медведей оказывается. Алексей Иванов на подборе здорово делает ложное движение и скидывается с своих плеч нападающего, начиная атаку белых медведей. Затем следует неточная передача и уже шайбой пермики. В зоне молот, бросок сверхворота, шайба мимо сверхворот проходит. Юсупов с Карбалевичем, да, сейчас отыграется. Егор шайбой нужно самому двигаться к Карбалевичу. Неудобный там на ход забрасывает, но перехватывает здесь шайбу. Никто себя не предлагал, именно поэтому здесь ошибку допустил наш защитник. Вновь Карбалевич шайбой нужно самому, да, втаскивать в зону, что и делает наш 34 номер с неудобный прострел. Не нашла передача адресата. Девяткин на Егора Горбунова. Меняется по ходу Челябинца. Горбунов на ход на Телегина, здорово входит в зону Челябинца. Телегин с Киржаком, хорошее у них взаимодействие. Девяткин. Бросок все видел здесь Кондаков и спокойно этот бросок отразил. Вратарь молота. Киселев здесь не позволяет шайбы из зоны выйти. Большим трудом выходит в зону. Выходит из своей зоны. МХК молотый, Челябинцы здесь спокойно делают смену. Пуская свежее сочетание смены. Щеглова на льду, Щеглов, Епаров и Калаяров. Именно вот эта тройка и отметилась. Заброшенная шайба. Здесь момент. Хажев спасает. Укололи сейчас термяки Челябинцев. Контр-выпадом здесь Калаяров. Силовый прием проводит против Волохова в зоне Молот. Пытался из острова угла застрать врасплох Хажеева. Соколов-то был. Прикрешився к атаке защитник. Вот первое такое долгое присутствие в зоне Белых Медведей. МХК молот. Хорошее движение. Здесь на корабликах в селе Антона Глинкина действует. 17-й номер. Это Артур Ярышев. Ну понятно, 2003-го года должен выделяться здесь самый старший в этой лиге, в принципе. И преимущество тут над некоторыми хоккейстами. Медведей составляет там 3 года. Конечно, в таком возрасте это большая разница. И Паров здесь самостоятельно в зону входит. Ставит корпус. Сохраняет шайбу Ярослав. Подключает Алексей Иванова. Иванов. На Царева. Вот сейчас Белые Медведи отвечают своей позиционной атакой. Здесь Царев там борется вместе с Селивановым, который тоже появляется на льду. Напомню, с 7-м защитником. В 13-м товарищем был он заявлен. Здесь прострел с неудобной руки. Шайба в ловушке. У Руслана Хожеева игра остановлена за 9 минут 13 секунд. До конца первого периода, в котором уже Белые Медведи. Счет открыли. Ярослав Епаров с передачи Михаила Щеглова это сделал. Показывает нам опасные моменты. Вот здесь шайба не долетает до ворот Кондакова. Статистика вот первого периода. 14-5 броски в сторону ворот. 6-3 в пользу Медведей. Вбрасывание 2-4 уступает Челябинский ПВК. 2-7 также в пользу Молота. Потому что больше все это не обороняются. Пермики. А вот в эти первые 10 минут. Ну и по силовым приемам уступает Медведей 5-2. Юсупов отбирает шайбу. Закидушку в среднюю зону. Находит она Буракова. Здесь поборется Никита. Он дошла еще неплохо. Шайба вот в эту цепляется. И борьбу навязывает. Вообще очень цепкий такой нападающий, исполнительный. А здесь же Юсупов вновь шайба. И никто себя не предлагает. Переиграли здесь смену. Челябинцы вот так надо сохранять шайбу. Карбалевич. И все спокойно поменялись. И уже можно с свежими силами идти в атаку. Здесь под Гузов. На Телегина отдает. Никита Телегин раскатился. Попадает под силовой прием Волохова. И там следует силовой прием на Никите Киселеве. Который наверняка номер записал. И в следующем эпизоде обязательно своего обидчика накажет. Сместо этого ошибается Киселев. И здесь бросок шайбы вываливается у Хожева. Руслан этого не видел. Хорошо, что Телегин был первым на подборе. И вот так чуть было. Сами сидеть челябинцы не привезли. И сбрасывание будет в зоне Хожева. Который тоже нет. Вступает в игру. Достаточно вот эти редкие атаки. МХК Молот достаточно такими опасными оказываются. Здесь Щеглов набирает скорость. Калаеров неточный пас отдает. И уже тот сам вбрасывает в зону Соколов. Хожев на выходе играет. Алексей Иванов. Побыстрее, конечно, с шайбой распоряжаться здесь Иванову. Щеглов. Сброс на Девяткина. Ну, прям в откат играют пирмяки. Это прям отчетливо видно. Насыщает среднюю зону. И поэтому проблема у белых людей. Ну, нужно за счет индивидуального мастерства пытаться зайти в зону. Вот это вбросы ни к чему хорошему не приведут. Мы будем выбрасывать. А Молот просто будет выбрасывать. И поэтому сейчас Епаров здорово в зону затащил. И нужно, самое главное, не нужно бояться ошибиться. Нужно в хоккей играть Девяткин. Чуть было Лайцмана не прибил. Он в шайбу не попал. Но хорошая здесь ловкость от одного из Лайцманов. А именно сейчас посмотрим. Это Иван Агалаков увернулся в эпизоде. Здесь бросок от колодья в ближний угол. Не попадает шайба в створ Кондакова. И вновь в позиционную атаку уходят белые медведи. Царев. Здорово. На возврате действует Иван Царев. На колодья передачу эту отдает Леонид. Хорошая подкидка с неудобной на Микановича. Миканович сам двигается. Глубину вбрасывает. Здесь Кондаков решил поиграть на выходе. Макюшин там цепкий. Чуть было шайбу, у него не отобрал. Миканович на Юсупова. Юсупов на Степана Горбунова. Горбунов находит передачу Кулешова. И Кулешов здесь по флангу заходит. Режет с центра, выбивает у него шайбу. Но сновь Леонид Шайба. И здесь Степан Горбунов. 2-0. Делает счет медведей. Леонид Кулешов там с неудобной. На пятак закинул. Ну и здесь неприкрытый Степан Горбунов делает счет 2-0. Ему только да и возможность для броска. С броском у Степана полный порядок. Так же как и у Егора Горбунова. Даже известный журналист Алексей Шевченко иногда путает этих парней. Оба габаритные, оба с неплохим броском. И здесь просто Степан Горбунов расстрелял ворота Кондакова. Делает счет 2-0. Но от этим и Леонида Кулешова, который пошел тут в троих даже, в четверых, выиграл борьбу. Отдал передачу на Усы. И из Усов просто здесь расстрелял Степан Горбунов. 2-0. Медведи впереди. Подгузов. Передача на Киселева. Включает к атаке Никита Клегина. И Легин заходит в зону, ставит корпус, ближнюю бросает. Пытается развить успех Белого Медведя. Ни в коем случае команда не играет на какое-то удержание там по этому сезону. Заметно, что всегда идут вперед. Нужно забивать как можно больше. Именно такая философия у тренерского штаба во главе с Маратом Равкатышем Аскару. Смотрим здесь бросок от Киселева, но здесь не был прикрыт Кондаков и спокойно шайбу в ловушку забирает. Вратарь Молота. Иванов. Хорошее движение по синей линии. На девятке. На девятке мы здесь с Щегловым. Взаимодействует Калаяров. На помощь пришел. Иванов. Хороший пас на Япарова. Прямо играючи это Япаров дубль делает. Да, молодец Ярослав. Правильно вот свою... То, что его сюда отправили, в молодежку. Почувствовал вкус игры и вторую шайбу забивает Ярослав Япаров. Ну смотрите, какое движение шайбы по зоне Молота от Челябинцев. Иванов на Япарова. Япаров такой скрытый кистевой бросок заставляет здесь. Врасплох он Егора Кондакова. Ну и, конечно, делает счет 3-0. Ярослав Япаров. Ну смотрим, как же здесь скрыл бросок. Ну и работа на пятаке от Михаила Щеглова приносит результат. 3-0. Медведи делают счет. Ну, я бы отметил здесь движение шайбы по зоне атаки Челябинцев. По-моему, там еще Артем Девяткин, как великим ассистент. Алексей Иванова объявил диктор матча. Но Девяткину, конечно, сейчас тоже передачу обязательно допишут. Миканович на Царева. Ну вот по статистике вроде бы равно. Вот к этой 15-й минуте официальный сайт молодежной хоккейной лиги нам говорит о том, что 20 на 12 броски в сторону ворота. А вот створ всего лишь 9-7. Это был десятый. 10 бросков в створ и 3 заброшенные шайбы от белых медведей. Хорошая статистика по бросаниям. 3-6. Блокированы броски 3-9. Это в пользу Молота. И по силам также 6-2. Ну и один раз медведи поиграли в меньшинстве. Молота пока действует более дисциплинированно здесь положение вне игры. Поторопился партнер Андрея Киселева. У меня три Киселева. Да, у нас Никита Киселев защитник белых медведей. Андрей Киселев защитник МХК Молота. И в сельминском штабе есть Андрей Киселев в белых медведях. Степан Горбунов на точке. Выигрывает бросание Степан. Хороший выход из зоны от Пермяков. Да, вот Молот более дисциплинированно играл, компактно с остальными лисами. И именно поэтому я не полностью этот матч смотрел. Но мне как показалось, остальные лисы сами там испугались. Непонятно чего. Стали играть в откат, за что Молот наказал лидеров Востока. Но здесь игра еще не сделана. 3-0. Знаем мы много примеров молодежки, что все быстро может поменяться. Горбунов себе на ход. Это Егор заставляет остановить игру. Галкипера. МХК Молот и бросание в зоне. Кондакова будет. Хорошее настроение и у болельщиков. Их с каждым матчем становится все больше. Ну, Белые Медведи, конечно, своей игрой притягивают. Болельщиков с атакующей игрой. Телегин. С шайбой в зоне на Горбунова. Горбунов на Киселева. Киселев здесь бросок. И здесь заблокирован он был. Никиты Соколовым. Алексей Иванов. Долго с шайбой он возился. Накрыл Ярышев. Ну, и быстро Медведи эту шайбу забирают под свой контроль. Телегин уже с того же Иванова запускает в атаку. Здесь Киржаков входит в зону. Зону-то вошел, а затем ее вывел своим же движением. Руку из зоны. И положение в негре за 2.26 до конца. Там Владимир Воронцов сразу же на лавочке подсказывает нападающему. Но опыт у этого специалиста великий. Поиграл он на высшем уровне и выводил трактор в Суперлигу. То есть Игротская карьера просто классная, невероятная у Воронцова. Здесь есть чему у молодежи поучиться. Здесь, мне кажется, да, нарушение было. На трусы так надавил Девяткину. 29-й номер Михаил Казаков. И на 2 минуты за толчок соперника Клюшкой совершенно справедливо отправляется Казаков. И вот за 2.10 до конца первого пилота получает возможность белые медведя поиграть в большинстве. Смотрим здесь. Да, конечно, так сверху вниз надавил на трусы Девяткину и отправляется на 2 минуты нападающий МХК Молот. Что касается большинства белых медведей, белые медведи немного играют в этом большинстве, в принципе, в этом сезоне пока. За 5 матчей 15 раз, 3 заброшенные шайбы, 20% реализации численного преимущества. И это 19-я позиция в лиге. Что касается меньшинства у Молота. 34-е место. Много пропускает Пермики. Хороший выстрел от Телегина. 30 раз играли. Пермики в меньшинстве 9 пропустили. 70% нейтрализации численного преимущества. Царев пытался найти передачу Егора Горбунова. Теряет шайбу Иван. Выходит шайба из зоны белых медведей. Юсупов. Расположились в зоне Челябинцы. Юсупов на Киржакова. Еще минута есть. Пока без бросков в этом. А, нет, бросок был у Телегина. Ну, вот сейчас Юсупов сохраняет шайбу в зоне. Отдает на Егора Горбунова. Егор на лицевую на Киржакова. Горбунов. Хороший бросок. И отражает здесь Кандаков. Епаров. Юсупов. С вершины Епаров на хэт-трик будет заходить. Нет, отдает передачу. Нет, это хэт-трик Ярослава Епарова. Кидайте кепки на лед, болельщики. Что ж вы сидите. Хэт-трик Ярослава Епарова за 43 секунды до конца первого периода. Смотрим, как было разыграно бросок Юсупова. Епаров на Киржакова отдал. Сам же нашел этот отскок и в девятку отправляет шайбу. Кандакову оформляет хэт-трик Ярослав Епаров. Молодец, просто красавец. Хэт-трик за первый период от нападающего Белых Медведей. Кто ли еще будет? Да, Епаров показывает ее, что правильно он отреагировал на то, что его сюда спустили в Белые Медведи. Местеров. Да, к сожалению, никто кепку-то не бросил на лед. Царев на Селиванова. Селиванов делает улитку. Селиванов. Ну и в Белые Медведя. Один раз поиграли в большинстве и сразу же забили. Мне кажется, там Селиванову нужно было отдавать на вершину, на Матюшина. Здорово там Андрей себя предлагал, но не менее здорово предлагал себя и Иван Царев на дальней штанге. В общем, не забили пятую Белые Медведи. А мы с вами статируем, что 4-0 после 20 минут игры Белые Медведи уверенно впереди. И отдыхаем 15 минут и еще перед началом второго периода вот эти все заброшенные шайбы разберем. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 cherishais о том гуyle forever. Спасибо. Спасибо. Возвращаемся в Челябинск. Здесь в рамках Олимбет молодежной хоккейной лиги «Белые Медведи» после 20 минут стартового периода впереди матч за 5 мхкм Молот ca 4-0. MP. Одна шайба у Горбунова. Классная игра от медведей Первый период, надеемся, так же И продолжат Полное доминирование Броски 30 на 13 16 на 7 Тут даже, знаете, не статистика А вот именно по игре, как белые медведи Смотрятся, очень приличная команда Марата Аскарова Выглядит, и вот сейчас мы Разберем все заброшенные шайбы Которые медведи в этом периоде Забросили Начало встречи, и как здесь На седьмой минуте Епаров С Щегловым в стиле футбольной Барселоны Разыграли здесь В стеночку Щеглов на Епарова Но Епаров с неудобной руки открывает счет Это седьмая минута встречи Классный гол от Ярослава Епарова Первая шайба на его счету И показывает он На партнера, что Львиную долю он сделал Ну и здесь отметим Леонида Кулешова Который самостоятельно шайбу в зону затащил И затем с неудобной руки Нашел передачу Степана Горбунова Смотрим, выиграл он борьбу у троих сразу и у вратаря И передачи Степану Горбунова нашел Его и Степан Горбунов Просто расстрелял ворота Егора Кондакова Это пятнадцатая минута И спустя 50 секунд Дубль от Ярослава Епарова Классная позиционная атака от белых медведей И бросок с кистей такой скрытый От Ярослава И счет становится 3-0 Ну и хат-трик В большинстве получили медведи преимущество Первое большинство И сразу же гол от Ярослава Епарова В ассистентах Дмитрий Киржаков и Владислав Юсупов Смотрим, здесь Епаров В дальнюю девятку ворота Уже Григорьева отправляет шайбу Замена вратаря была После третьей пропущенной шайбы Появился на льду Евгений Григорьев И он пока не остался сухим И Епаров оформил хат-трик Стартует у нас второй период Матча Алимбет молодежной хоккейной лиги Белые медведи МХК Молот 4-0 после 20 минут Егор Горбунов уступает на вбрасывание К сожалению, Егору Колесникову И вот сейчас посмотрим Удаст ли МХК Молот зацепиться за этот матч Конечно, будет это сделать Сложно Но все бывает Это хоккей Как бы ни банально это звучало Игорь Горбунов Шайбой входит Сбрасывает на Юсупова Юсупов с неудобной И шайба У Григорьева Киржаков там пытался На пятаке тоже Ну смотрим Да, творят Белые медведи на льду Сброс Все получается Еще раз повторюсь В хоккее нужно получать Удовольствие от игры Что Белые медведи нам Демонстрируют сегодня Звено Щеглова На льду У Челябинцев Центрального Михаил Щеглов И пара Передача на Щеглова И здесь Калаяров Как же не забивает Спас сейчас свою команду Евгений Григорьев В атаке молот В середину вылазит Хажеев Бросок отражает Не пара На Калаярова И Ярослав Шайба Но у него сегодня все получается У нашего 97 номера Кайфует он сегодня от хоккея Как и все Белые медведи Девяткин На Алексея Иванова Иванов на Япарова Неудачное поставление Здесь от Ярослава Нужно было Если ты устал Уж конечно Шайбочку сохранить Здесь силовой прием Там за кадром остался От Нашего нападающего Ильи Калаярова Иванов Сегодня в рамках Олимпет молодежной хоккейной лиги Запланировано Пять поединков Один из них завершился Красная армия В гостях Достаточно уверенно обыграла Сахалинских акул За счетом 6-2 Моменту игры По ходу третьего периода Впереди Против снежных барсов 1-0 Стальные лисы Также там третий период Середина идет Третьего периода Там матч Стальные лисы Кременский легион 2-2 счет Ну и здесь Челябинские белые медведи Пока достаточно уверенно ведут Матч против МХК Молот За счетом 4-0 Напомню Хэтрик на счету Ярослава Япарова Матюшин Самостоятельно Входит в зону Вот бросается в глаза Что белые медведи Практически в зону Шайбу не вбрасывают За счет Индивидуального мастерства Пытаются зайти Так и нужно действовать Ни в коем случае Нельзя в хоккее Бояться ошибиться Это самое главное Философия Здесь момент Когда Щеглов Скала Ярова Могли пятую в ворота Мото отправить Но Григорьев Был здесь на высоте Степана Горбунова Номинальная Четвертая На льду У белых медведей Вместе с Бураковым И с Кулешовым На льду Степан Здесь Кулешов Бросок сходу Карбалевич Подключается К атаке Егор По закруглению На Буракова Бураков Ножку отправится Нападающий Белых медведей И второй раз в этом матче Молот Получит Возможность Поиграть Большинстве Да, здесь потерял Шайбу Горбунов И клюшку Сразу там Коньки засунул И Совершенно Справедливые Две минуты Для нашего Центрального Нападающего Посмотрим Может сейчас Там Какая Молот Попробует Размочить Черт Я думаю У челябинцев Совсем другие План Киржаков Щеглов Миконович И Карбалевич На нейтрализацию Выходят Пока Без обострения Действуют Пермики Шайбу По периметру Катая Кишуков Передача На Колесникова Здорово Четверка Есть у Белых медведей Активно Пошли Сейчас Челябинцы Миконович Карбалевич Сильно По борту Шайба Не выходит Из зоны Белых медведей За 40 секунд Челябинцы Отобронялись Бросок сходу Не получается Здесь Неудобно И по-моему Улетает Шайба За предел Поля Но Слизка Не звучит Здесь Значит Крающих Все-таки Стеклана Улетела Здесь Карбалевич Борьбу ведет У борта Вчера Был день рождения У Защитника Белых медведей Снял Защитную маску И сегодня Уже Визари Играет 34-й номер Челябинца ХЖФ Игру Останавливает За 49 секунд До конца Удаления Егора Горбунова Степан Горбунов На точке сбрасывания У белых медведей Уступает он Денис Сорокин Это единоборство И сразу же Закрепляется В зоне Термики Контроль Но пока Кроме контроля Ничего и нет В этом большинстве У молоток Бросок Здесь ХЖФ Ловушкой Отбивает И вот сейчас Можно побежать Контратаку Никита Бураков Бураков Бросок из-под защитника И Шайба На сей раз Ловушки У Евгения Григорьева Останавливает Он игрок Через 16 секунд Появится уже Егор Горбунов На льду Смотрим здесь Задачу минимум Сейчас Бураков Выполнил Сделал вбрасывание В чужой зоне И Четверочка Спокойно заменилась У белых медведей Щеглов Одиноборство Выиграет Здесь Макюшин С Девяткиным И Юсуповым И на такая четверка Сейчас у белых медведей На льду Положение Вне игры было Но Не сниснули Здесь арбитры Эпизод Уже заигран Щеглов На Макюшин На Макюшин Дроссок И Останавливает Здесь игру Григорьев Щеглов С партнерами на льду С Епаровым И Калаяровым Подгузов И Иванов Парозащитник Подгузов На Калаярова Калаярова Нужно двигаться Сразу же бросок У него есть Бросает Шайбу В коньки попадает Нападающему МХК Молот И уже в атаке Пермики Выход 2 в 1 Сходит шайба С крюка У Алексея Десяткина Защитника Который встречался К атаке Десяткин и Девяткин Сегодня Дуэль Десяткин У Молота И Девяткин У белых медведей Если что Это и не про номера А про фамилии Иванов На подгузово Епаров Теряет Шайбу При выходе Из зоны Челябинцев Уже Его по свой контроль Возвращают Подгузов Но с ней Отдает Неточный пас На Царева Неточная передача Шайба Выходит из зоны Белых медведей Я уже говорил Белые медведи Вот этим матчем Завершают Свою домашнюю серию И вот Следующие поединки Уже 28-29 сентября Проведут в Екатеринбурге Здесь на ближнюю Колодий вылазит Ну что творит Григорьев Два раза сейчас Команду Свою он спасает Классно Здесь на ближнюю Полез Леонид Колодий Но здесь не менее здорово Вратарь сыграл Смотрим Раз Ну и вот этот Бросок К плечу Шайба Григорьева Попадает Не удается Леониду Колодию Шайбу Забросить В этом эпизоде Царев с партнерами Селивану И Колоди Все тем же На льду И Селев И Миканович Пара защитников Колодий бросает Третий бросок У него За такой короткий Отрезок Выходит шайба Из зоны Молота Молот в атаке Царев На Селиванова Миканович 7 минут команды Сыграли во втором периоде Пока без заброшенной шайб Но моментов У ворот Молота Ничуть не меньше Чем в первом периоде Хороший контроль От белых медведей Два момента было И у ворот Хажеева С которыми Руслан Он уверенно справился Хороший контроль От челябинцев Ясупов не выходит А все-таки выходит шайба из зоны Молотой Мчат в атаку Пермяки Это делает Михаил Казаков Тут же у него шайбу отбирает Кербалевич Шайба у Егора Кербалевича У нас неудобная Он находит передачу Я говорил Я говорил что Нужно сейчас Нужно сейчас Нужно сейчас Нужно сейчас смотреть на повторе Этот эпизод Ну как же сейчас Не забили белые медведи Уму непостижимо Кербалевича Оказывается Ну и арбитры чтобы убедиться Идут этот эпизод пересматривать Да ну конечно сейчас Киржаков Чудо какое-то было Не забил он шайбу ворота Григорьева Ну и Григорьев молодец Борался в этом эпизоде До конца Еще раз повтор Вот с верхней камеры Когда шайба здесь На ленточке Прям осталось Ну и конечно Как же здесь Киржакову Не удалось забить Уму непостижимо Ну молодец Евгений Григорьев Да в этом эпизоде Здорово сыграл вратарь МХК-мод Боролся до конца И вот эта его борьба Что сказать Вознаградила Киржаков здорово Раскачал конечно Вот здесь как промазал Непонятно Не знаю что там Так долго смотрят арбитры Но мне вот все очевидно В этом эпизоде Что к сожалению Для нас Челябинских болельщиков И для Дмитрия Киржакова Шайба не пересекла Линию ворот Все сделал Из Киржаков И там мог и Егор Горбунов Шайбу занести За ленточку Ворот Григорьев Есть решение От арбитров Да и очевидно что Шайба не пересекла Линию ворот Ну да ладно Есть еще Уйма времени Чтобы И не одну Ворота молота Отправить Моменты есть Но пока вот я говорю Григорьев Прям действует Очень здорово В атаке Кирмики Выходит Шайба из зоны Здесь Щеглов 2 в 1 Вываливается С Калаяровым Подкидка На Калаярова Шайба Не ложится На крюк 58 номеру Белых Медведей И уже молод Начинает Свою атаку Роман Ефимов Он дает На Александра Волохова Волохов теряет Шайбу Здесь Не пар Не удается Шайбу из зоны Вывести Кирболей Здесь сопровождает Колесникова Колесников шайбу Сохраняет На вершину Защитника Бросок Попадает Шайба В второй Ворот Хажеева И сейчас Момент Там шайба Мечта На пятаке Хажееву Не удается Ее укротить И вылетает Она Из зоны Белых Медведей И паров Сбрасывает На Селиванова Селиванов Здесь На Матюшина Не потеряли Шайбу Пермики Хранили ее Героическими Усилиями Миканович Передача Селиванова Селиванов На Матюшина Матюшин момент Отражает Евгений Григорьев Панюшкин Входит в зону Падает После Контакта Селивановым Царев Шайба Пытался Один Вагин Обыграть Никита Соколов А Никита Не позволил Себя Обыграть Селиванов Матюшин Матюшин Пауза Бросок Шайба В эмбелему Туда попадает Григорьев И смотрим Матюшин Накинул Ну и спокойно Здесь Выбор оппозиции Сыграл Евгений Григорьев Теряет Шайбу Челябинцы Разгоняются Пермики Входят в зону Роман Нестеров Девяткин Неточная передача Теряет Шайбу Белые Медведи Уже в атаке Молот Бросок Из-под Защитника Хожиев На чеку Подгуза Хорош Силовой Прием Здесь Быстрый выход Из зоны Белых Медведи Грабунов На Кулешова Кулешов Входит в зону Активная игра Челябинцы Здесь Девяткин Смотрите Где зону Закрывают На полборта Девяткин Не боятся Идти вперед Медведи И Фортуна Их Заграждает За это Киржаков Хорошее Задействие С Егором Грабунов Нем ворот На Келеги На Грабунов Киржаков На Киселева Киселев Спас на Егор Грабунов Здесь нужно шайбочкой Подружить Потому что Кирмики уже Мягко говоря Наелись Перевод по синей линии Нету Заколожения вне игры Грабунов Келегин Окрестное движение С Микановичем Доминик шайбой Доминик На Киржакова Пока без бросков Но я думаю Что Молот Прям мечтает Чтобы Вот эта пятерка Чтобы замениться Главное сейчас Медведям Не потерять ее В глубину Грабунов На Телегина Телегина На Киселева Там к сожалению Шайба Скочит Грабунов Пас на Телегина Закрыть сейчас Зону Иванову Что он и делает Меняется по ходу Белые медведи Там пятерка уже Просто Наелась так Что Резервный генератор Надо подключать С такой смены Еще наверное Минут 10 Нужно восстанавливаться Больше трех минут Шайба в зоне У Молот Калаяров Шайбой Интересное движение Здесь Ясупов Щеглов Не нужно здесь Торопиться с броском Потому что Уже прям стоят Термики Епаров Себе отдает Здесь на ложном движении Епаров На Щеглова Иванов На Щеглов Как будто вы в собачку Играют здесь Белые медведи Уже третье звено Выходит Подряд У Челябинцев Галаяров Макюшин Юсупов Девяткин На Юсупова Царев Теряет шайбу Царев Главное Сейчас не дать Возможность Замениться Молот Молот Просто идет На смену Один остается Здесь Матвей Терентьев Героически Шайба из зоны Выходит Здесь выход Два в одного Получается У Молота Три в два Подключение На дальнюю Хажеев Тащит Да Вот так Должны были Забивать Белые медведи Я чуть было Молот Сейчас не размочил Макюшин В зоне Молот Не удается бросок Андрею Ксилеву Позиционная Атака От Пермяков Бросок в дальней Хажеев Хорош В этом эпизоде 33-й минуте Броски Второго Перилда 22 На 8 Это 13 На 5 Это Вбрасывание 5-6 В пользу Молота Подблокирован Также 7-2 В пользу Молота По силовым Белые медведи 5-3 Пока Впереди В этом Втором Ноговом Отрезке 4-37 Играть Во втором Переугли Герман Егор На точке Против Лениса Сорокина Он действует Сорокин Бросок Выиграл Бросок Сходу Вот Егор Сорокин Юсупов На Киржакова Отдает Передачу Дмитрий Шайбой На Горбунова Горбунов Здесь середину Тащит На Паузе Но Последний Шайба Сходит с рука У Диносторон Номера Белых Медведей Да Если Белые Медведи Конечно Больше Бы хотели Они бы За 10 Забили Молоту Ну и Конечно Стоит отметить Здесь Евгения Григорьева Бьется Не на жизнь А на смерть Свои ворота Спасая Киржаков На Горбунова Не точно Отдает Но здесь Поборется Егор Активно Играет Челябинца Но Обрезает Передачами Пермики В зону В зону Мистеров Падает Он Заброс Из средней Зоны Нахожев Щитками Этот бросок Отражает Юсупов Длинная Передача На Дуракова А проброса Не будет Терябинца Происходящего на льду Может устраивать Маунт Играет Свои поединок Уверенно Выиграли 4-0 Довели Дело До победы А вот Стальные Лисы Ушли в серию Булитов Против Тиминского Легиона Там Так 2-2 Счеты Закончил Вообще Я уже говорил Что По ходу Того Поединка Что Тиминский Легион В этом году Неплохая Команда Ну и Ума Тоже Неплохая Это Просто Белый Медведи Сегодня Вышли С настроем И Получают Удовольствие От хоккея Уверенно Переверно Здесь Епаров Ногами Добавил Силовый Прием Такой Жесткий Против Мишукова Проводит Однозначно Сегодня MVP Хотел Встретить Щеглов На Епарова Епаров Потерял Шайбу Но здесь Партнеры Помогли Девяткин Пересбор Отдает Еще Две Минуты Играть Во втором Периоде Такая Беззаброш Шайба Но моментов Мы с вами Видели Прекрасно Кто смотрит Поединок Вагон Маленькая Тележка Повторюсь Еще Что Евгений Григорьев Просто Выглядит Пока Непробиваем Вариант Что Все-таки Одну Шайбу Он Пропустил В первом Периоде От Епарова Но Если Не он Уже Счет Был Совсем Неприлично Девяткин На Селиванова Здесь Проброс Будет Поторопился Здесь Что-то Передачи Иван Селиванов И За Минуту 27 Браслет Жене Хажей В одну Посмотр А Минут Колодей На Ваш Экран У него В этом Сезон Четыре Четыре Матча И Один Плюс Один 98 Номера Белых Небедей Иванов Длинная Передача На Колодя Колодя За нее цепляется Выиграя Борьбу Двух Защитников Но К сожалению Шайба Из зоны Выходит Сохраняет Челябинцы Юсупов На Селиванова Селиванов Хорошо Меняется Здесь Медведи Юсупов На ближнюю Полезет Юсупов И Пятое В ворота Влетает Все-таки Евгения Григорьева За минуту До конца Второго Периода Здесь Юсупов Здорово К атаке Подключился Вылез На ближнюю И вдаль Угол Ворота Григорьева Шайбу Отправляет 5-0 Включайте Музыку Да Что и делают Диджей на арене Включил музыку Аргентина Ямайка 5-0 Юсупов Смотрим Здесь Себе Пробросил На борт И Путь Его был Открыт Воротом Григорьева И 5-0 Аргентина Ямайка Но нет Это Белые Медведи МХК Молод 5-0 Попахивает Разгромом Поздравляем Владислава Юсупова Заврошенный Шайбой Для него Она Становится Второй В этом сезоне Ну и здесь уже Григорьев ничем не мог помочь Своей команде И так Весь период Вратарь МХК Молод Тащил Миканович Переозит шайбу Доминик И выход 2-1 Может получиться Подгузов Хжеев Здесь Спасает свою команду Вот так Привезли себе Момент Белые Медведи Егор Набирает скорость Подгузов В глубину Подгузов 5-0 У нас После 40 минут игры Матча Белые Медведи МХК Мод Отдыхаем 15 минут И вновь Встречаемся Здесь Челябинский На ледовой Арене Драктор Медведи 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 Продолжение следует... 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 от пермики но тут же белые медведи прям выглядят на заметно физически очень здорово и вот в третий периоде это отчетливо видно бросок острого угла от артема девяткина на чеку вновь был евгений григорий иванов на степана горбунова на егора прошу прощения егор сбрасывает на алексея иванова иванов на горбунова отдает и здесь проброс фиксирует лайцмана и в брацане будет возле ворот руслана хажеева который пока оставляет свои ворота неприкосновенности немного бросков но это не умаляет заслуг галки перебилов медведей были были опасные эпизоды у ворот хажеева он свою команду выручил вот еще один бросок егор горбунов шайбой на иванова иванов разгоняет атаку белых медведей иванов подключает егора горбунова горбунов в дальний угол мимо створа ворот шайба проходит телегин на иванова киржаков на егора горбунова хорош контроль от белых медведей телегин на ближнюю полез здесь вновь григорьев тащит и леген киржаков под силовый прием попадает и вот сейчас в атаку могли убежать пермики но шайбу не сумел обработать в этом позади роман мистер иванов отложенное положение в мхк молот то есть неудобный девяткин на телегина бобришов партнерами у молота на льду немногочисленная вылазка к воротам хажеева киржаков здорово своим защитником помогает доминик в экономе через борт на телеге на телегин сильно в борт шайба взмывает на версию заходит с шайбой в зону все-таки илья бобряшов теряет ее тут же быстро матюшин миканович нельзя сейчас за воротами по новым правам стоять и доминиль даже не собирался это делать и селёв селиванов епаров ставит корпус здесь не дают ему пройти по-моему это заслуга сейчас было евро колесникова что епарова не удалось по флангу зайти в зону мото здесь падает и нарушает весь в этом эпизоде правила иван селиванов да это третье удаление белых медведей в этом матче всего лишь четыре удаления сегодня команды я попались корректно достаточно играют без грубости какой-то и смотрим по цене принимал передачу его колесников и нарушил правила селиванов бураков здесь хорошо в этом меньшинстве отрабатывает принципе вообще этот парень такую таскает рояль до больше то есть работу вот именно там цепиться подержать шайбу поиграть меньше выполняет великолепно не было здесь удаления самостоятельно падал егор колестиков прям поджимал ноги я бы даже в этом эпизоде где-то за симуляцию свистнулся из первого номера мхк молота именно сейчас здорово сейчас в этом эпизоде разобрались арбитры не оставив белых медведей втроем сорокин участки атаки подгузов блокировал бросок бобряшова бросок из справа круга сбрасывания по закруглению шайба уходит но не вылетает из зоны соколов ее сохраняет ярышев подкидка на бобряшова не ложится шайба на крюк подающему хотя молот но остается под контролем через 45 секунд появится иван селиванов здесь хорошее ложное движение от соколово панюшкин ярышев на лицевую здесь отдает на панюшкина все того же вроде бы шайба двигается да но как-то без бросков по воротам хажеева здорово четверка наша работает и вновь час юсупов бросок заблокировал теряет сейчас клюшку подгузов быстро ему дает михаил щеглов в такой ситуации конечно защитнику она нужнее нужно там и чистить пятак и клюшку держать атакующего игрока селиванов уже на льду в полном составе белые медведи щеглов без клюшки нужно сейчас михаилу пытаться замениться благо сейчас лавочка близко селиванов самоотверженно играет и уже запускает в атаку и гора гробунова а вот здесь удаление и как бы без травм из обошлось на андрея макюшина нарушили правила и вот второй раз в этом матче белые медведи получают возможность поиграть большинстве помним что первое большинство закончилось заброшенной шайбой ярослава пару смотрим здесь грязно да так сыграл выставлял и локоть и ногу матрей терентьев совершенно заслуженный горбунов девяткин киржаков келегин и алексеев горбонов большинстве у белых медведей сейчас выходят выигранное вбрасывание в чистую и горы грудом позволяет сразу расставится белым медведем зоне атаки иванов горбунов ходит шайба у белых медведей достаточно неплохо киржаков ближний на чеку евгений григорьев келегин на иванова иванов с вершины здесь вновь григорий феррош меняется спецбригада бригада и большинства и меньшинства обеих команды выходит у медведей калаяров кулешов царев египаров и юсупов вот сейчас использует владимир воронцов который отвечает за игру в большинстве команды четверку нападающих и одного защитника в прошлой бригаде выходили два защитника это иванов и девятка юсупов здесь кулешов мощный выстрел и как же сейчас калаяров и не забивает пятака мог сейчас решать кипезет я калаяровку мощный выстрел юсупова хорошо ставит корпус здесь епаров епаров сохраняет шайбу ярослав против него пытаться сыграть тело но ярослав не то что остается на ногах еще падает его визави так сказать юсупов еще 50 секунд есть до выхода удаленного терентьева царев юсупов на епарова покер заходит епаров да это покер ярослава епарова шестая шайба для белых медведей и два из двух в большинстве сегодня белые медведи забивают хорошая работа тренера по большинству и нападение владимира воронцова ярослав епаров это покер классный неотразимый бросок в дальнюю девятку ярославу удается юсупов в ассистентах ну и как же здесь епаров на покер зашел и удачненько это сделал наш нападающий получающий сегодня удовольствие от хоккея да два удаления у молота и два большинства реализованных у белых медведей стопроцентный показатель сегодня у челябинца ярослав епаров для него это результативная передача становится первой в этом сезоне третье очко сегодня гол плюс пас ну и мбп сегодняшнего матча я думаю ни у кого не вызывает сомнений это ярослав епаров для него покер второй поединок в составе в этом сезоне белых медведей и сразу же вот он лучшим снайпером команды становится алексей иванов на колодия колодий шайбу на полборта контролирует иванов на матюшина матюшин принимает шайбу выход 2 в 1 матюшин вдали по моему штангу попадает шайба после броска андрея матюшина уже в атаку мчат пермики это делает роман мистера девяткин сильно в стекло здесь колодий за счет своей скорости поборется карбалевич хорошая контроль с матюшином они организуют матюшин на вершину на миконовича карбалевич мощный выстрел шайба к сожалению сходит с крюка у его его и неплохо миконович то отдал но шайба не легла сейчас на крюк юра карбалевича здесь удаление у доминика миконовича за толчок соперника движкой аналогичное удаление вот в этом матче уже зажигали первым периодом когда удалялся это был второй период и удаление нет первый период на восемнадцатой минуте Михаил Казаков за толчок клюшкой также там надавил на трусы сверху как и Доминик Миконович совершенно заслуженные две минуты для нашего защитника четвертое удаление в этой встрече для белых медведей Казаков на вершину здесь Киселев мощный выстрел Хажеев на месте угрожал воротам Мишуков клюшка здесь хорошо Хажеев действует и вот сейчас Горбунов выносит шайбу из зоны Степан Горбунов меняет Егора Горбунова в атаке Сорокин через минуту Миконович уже на льду появится в атаке Сорокин Ярышев Ярышев Соколов Снов Ярышев Карбалевич после сейва Руслана Хажеева шайбу из зоны выносит 35 секунд выхода Миконовича Молот разгоняет свою атаку Панюшкин под Гузов сильно по борту шайба вылетает из зоны Молота Ну и это удаление не удается Пермякам реализовать я напомню Белые Медведи лучшая команда по игре в меньшинстве в лиге и вот сегодня еще свои цифры в статистике более улучшат и так практически 95% нейтрализации Белые Медведи Следующие поединки да, проводят в Екатеринбурге 28-29 я это говорил затем едут в Уфу 2-го и 3-го октября встреча против Толпара затем выезд в Красноярск 9-го и 12-го играют с Кузнецкими Медведями сначала с Красноярскими Рысами 9-го октября и 12-го Ну и вот 16-го только октября возвращаются сюда в Челябинск поединки против Толятинской Ладьи и Лока 76 то есть практически месяц не будет команды здесь перед родными трибунами которые сегодня явно этому матчу рады бросок отражает вновь выстрел Евгений Григорьев Киржаков на Егора Горбунова Миконович Миконович встретил но я думаю что будет момент Епаров обязательно кого-нибудь расколет хранит атак здорово и пара и щедлов в этом эпизоде действовали своими активными действиями Ярошев бросок из-под защитника Девяткин бросок на себя принимает Карбалевич на Матюшина здесь связка с колоди а мы там подключается Девяткин к атаке Девяткин бросок в дальний угол серии рикошетов не доходит по-моему шайба до створа ворот Григорьева колоди шайбу держит делает улитку и сегодня у Медведя все получается момент к сожалению седьмую не удается отправить ворота у Молота ну и что хотелось бы по этой игре сказать смотрим мы что с каждым матчем команда растет напомним да как отыграли и на турнире в Омске да так сказать мягко говоря не очень но это предсезонка была неутешительный результат команда обновилась затем уже результаты команды стали улучшаться и уже на турнире в Уфе совершенно другая команда ну и видим мы что в этом сезоне неимоверную как бы такую работу проводит тренерский штаб во главе с Маратом Аскаровым отметим здесь и Владимира Воронцова и Андрея Киселева и конечно Глеба Евдокимова ну и всю команду там с тренер с начальником команды то есть все ребята делают одно дело и видно что как команда добавляет команда слышит и слушает да был провал в матче против Мамонтов Евре когда 3-7 проиграли но там бывают такие матчи без поражений побед не бывает это точно момент в котором сейчас Хажеев оставляет свои ворота в неприкосновенности на сухарь заходит в руках белых медведей Иванов в общем команда в этом сезоне несмотря вот на свою молодость очень быстро вот эти все требования тренерского штаба принимает самое главное что все ребята тут получают удовольствие и хоккей не тяжелая работа да воспринимает хоккей как игру хоккей это в первую очередь игра не точная передача и будет браслами за 2-36 в зоне Хажеева вот смотрим момент когда тут на ближнюю полез мистер ну и Хажеев там свой ближний угол закрыл статистика третьего периода 18 на 13 в сторону ворот в створ 11 на 3 то есть по матчу 73-41 это в сторону 41 на 20 то есть результат матча закономерен я говорю если бы там не Евгений Григорьев то Пиши пропало для Молота и 6 шайб показались бы такой небольшой проблемой могло там и спокойно быть за 10 если бы говорю не вратари Молота я бы и каких-то претензий к Егору Кондакову не предъявлял он там тоже пластался и то есть я думаю это замена просто чтобы взбодрить команду которая не взбодрилась потому что сегодня белые медведи вышли играть в хоккей и получать от него удовольствие когда команда на кураже тяжело и противостоять Девяткин или Антона Гринкина на корабликах пытался в средней зоне катания показать здесь Горбунов себе на ход пробрасывает уже первый на подборе вот я не против когда знаете вот себе на ход пробрасывать то есть это когда вот тупой вброс то есть глупый просто вброс лишь бы вбросить лишь бы не ошибиться а когда зряча все это я приветствую я думаю и все кто хоккей разбирается тоже момент здесь из усов бросал Егор Колесников хжеев свою команду выручает и вот минута еще есть в этом матче у молота чтобы попытаться шайбу престижа забросить я думаю что у белых медведей совсем другие планы панюшкин подключает к атаке Ярышева Ярышев бросок хжеев игру останавливает за 36 секунд до ее окончания благодаря этой победе белый медведей набираю 10 очков и на четвертую строчку золотого дивизиона перемещается но по потерянным я уже говорю что белый медведей на первом месте опережают они и казанский и мамонтов угры мощный выстрел от Терентьева бросок от синей линии Селиванов здесь полезет Селиванов и Перекладина спасает ворота Григорьева так седьмая могла в воротах оказаться классно там Селиванов по флангу прорывался и мог седьмой отправлять но Теркас ворот был против вот смотрим Селиванов ставит корпус в дальний бросок ну и там крестовины Перекладина спасает ворота Григорьева сегодня вот я бы отметил всю команду все ребята очень здорово действуют и закономерная победа 6-0 покер от Ярослава Епарова просто в сухаре Руслана Хажеева с чем мы его и поздравляем ну и всю команду с победой белые медведи на месяц примерно уезжает 16 числа 16 октября следующая домашняя игра сейчас долгий выезд такой ну и пожелаем команде конечно же удачи а так еще раз с победой сейчас мы все головы с вами разберем с удовольствием такой круг встают белые медведи по традиции ну а мы смотрим заброшенные шайбы и первая шайба на седьмой минуте Ярослав Епаров и автор здорово они здесь с щеглом сыграли в стеночку в стиле футбольные барселонины и 1-0 на седьмой минуте белые медведи открывают счет в этой встрече пятнадцатая минута и шайбы от Степана Горбунова Леонид Кулешов в ассистентах Кулешов здесь нагло палец в троих и передачи с неудобной руки нашел Степана Горбунова который просто с усов расстрелял ворота еще Егора Кондакова делает счет на пятнадцатой минуте первого периода 2-0 в пользу Белых медведей прошло 49 секунд и Ярослав Епаров свою вторую шайбу в этом матче забивает а это еще раз повтор шайба Степана Горбунова Ярослав Епаров после позиционной атаки Белых медведей смотрим контроль просто развозили по зоне Пермяков ну и конечно спрятал здесь кистевой бросок свой Ярослав Епаров делает дубль в ассистентах Алексей Иванов и Артем Девяткин классный кистевой в дальний угол удался Епарову это 3-0 ну и заканчивается так после этого точнее была замена вратаря вышел в воротах играть Евгений Григорьев ну и он остался не остался сухим вот в этом первом периоде в большинстве Ярослав Епаров оформляет дубль ой хэтрик прошу прощения заговорился я немножко нашел здесь отскок и на девятнадцатой минуте ассистент в борт пробил на ближнюю вылез и в дальний угол ворот Григорьева шайбу отправляет Владислав Юсупов ассистент у него Иван Селиванов ну и с таким счетом ушли команды на второй на второй перерыв в третьем периоде Епаров на пятидесятой минуте оформляет оформляет с победой до свидания и на область на до Продолжение следует...